ДИАЛОГ ДИАЛОГ С прошлого года правительство КНР выдвинуло новую норму для экономики страны. Вы можете в двух словах рассказать об экономической ситуации в Китае и какие новые цели ставит перед собой китайское правительство? Ну, Намила, собственно, новая норма, это терминология, с помощью которой, с одной стороны, описывает состояние, в котором находится китайская экономика после беспрецедентного такого длительного, такого стремительного роста. Ведь китайская экономика, она росла в течение 30 лет, прошедших, да, с очень большими темпами. И как показывает мировая практика, как показала практика, допустим, и развитых экономик, и развивающихся экономик, что, то есть, любая экономика, она просто физически не может выдержать столь длительного, стремительного роста. И, значит, переход на более умеренный такой темп, это является, скажем так, естественным ходом вещей, это порядка вещей, это нормально, это новая норма, это новая заурядность, то есть, дальше, больше таких быстрых темпов в китайской экономике больше никогда уже не будет. Это связано с целым рядом, конечно, фактором. Мы же знаем, что когда в 1978 году, когда Китай официально начали реализовывать политику открытости реформу, у нас тогда по тушевой показателю ВВБ 190 долларов. Понимаете, это очень маленькая такая исходная такая позиция. А сейчас, по итогам 2015 года, то есть, у нас по тушевой показателю ВВБ больше 8 тысяч долларов. Серьезный рост. Да, это очень серьезный сдвиг и очень серьезный прогресс, шаг вперед. И сейчас, значит, в контексте той турбулентности, которую мы с вами наблюдаем в мировой экономике, слабый спрос китайских товаров со стороны наших основных торговых партнеров, это Соединенные Штаты Америки, это, конечно, прежде всего Европейский Союз, это Соединенные Штаты Америки, это Япония, где переживает, видим, очевидно, такую стагнацию. То есть, у нас падает внешний спрос, у нас снижает роль инвестиции. И у нас остается только, значит, потребление, которое остается, скажем так, самым серьезным травером нашей экономики, значит, за, видимо, на среднесрочную и далекую перспективу. Так что, это вот такая вот ситуация. И что предлагает наше правительство? Значит, как известно, значит, правительство в этом контексте как раз исходит из этой ситуации, что невозможно и не надо топиться, топиваться уже огромных темпов. Надо, значит, ставку делать на повышение качества экономического роста, на перевод роста экономики, на инновационное такое русло. Поэтому тут, конечно, очень много проблем. Конечно, нужно проводить очень серьезные, глубокие, полезные иногда структурные реформы. Китай и Россия последние годы активно сотрудничают в политической, экономической и культурной сферах. Страны экономически взаимодополняемы. И как вы думаете, повлияет ли замедление темпов развития китайской экономики на бизнес с Россией? Почему же? У нас сейчас, по итогам прошлого года, Китай стал очень активно покупать российскую нефть. Мы сейчас сами крупные покупатели российской нефти. И сейчас китайский бизнес очень активно покупает российский продукт питания и многое другое. То есть это уже как бы новые точки роста. И у нас, как известно, очень такое быстро растущий такой средний класс, ежегодно у нас въезжают за границу поле ста миллионов человек. Это очень серьезные такие покупатели. Поэтому я полагаю, что в этом плане наше китайско-российское экономическое сотрудничество в этом плане, конечно, не пострадает ни в коем случае. Что касается финансовой области, снижение курса юаня в последнее время вызывает опасения у зарубежных стран. И многие считают, что Китай может искусственно занижать валюту ради поддержки внешней торговли. И что вы думаете об этом? И какие сейчас намечены финансовые реформы в стране? Ну, как мы с вами уже обсуждали эту проблематику, частично, первый вопрос. То есть в настоящий момент в силу стигнации у ключевых наших партнеров в Европейский Союз, Соединенных Штатов Америки падает спрос на китайские товары. И в этом случае за счет снижения курса юаня, чтобы стимулировать экспорт, нет никакого смысла. То есть такой шаг не будет иметь никакого эффекта экономического. Наоборот, в значительной степени ухудшится ситуация торговые условия наших экспортеров. Поэтому, как уже объяснил представитель Центробанка, Китай не пойдет на этот шаг. И более того, у нас же есть очень такая программа по интернационализации юаня. То есть в этом контексте самое главное, конечно, поддержать стабильный курс, обменный курс китайского юаня. То есть мы сами заинтересованы в сохранении стабильного курса, обменного курса юаня. И в этом плане, конечно, Центробанк уже не пойдет на искусственное снижение курса за счет, то есть в целях стимулирования экспорта. Это не вариант. Как мы все знаем, в последние месяцы цены на квартиры в больших городах Китая, особенно в Шанхае и Пекине, сильно выросли. И как вы думаете, в чем причина и ваш прогноз рынка жилья в ближайшее время? Ну, я полагаю, что, как мне, это мое личное мнение, там, конечно, безусловно, это спекулятивный, то есть это спекулятивный такой спрос. Не исключаю в некоторой степени махинации со стороны риэлторов, то есть операторов на рынке жилья, недвижимости. Но сейчас, значит, и наше правительство, наш рекуратор принимает жесткие меры для того, чтобы, значит, лучше отрекурировать этот сегмент, чтобы там не образовались все-таки пузыри. Потому что, когда пузыри лопнут, это уже за них потянет уже всю экономику. И теперь к теме антикоррупционной борьбы в Китае. Из доклада о работе Верховной Народной прокуратуры КНР стало известно, что в прошлом году начато расследование в отношении 54 тысяч чиновников всех рангов. Каких результатов, по вашему мнению, добилось правительство в решении именно этого вопроса? Ну, я приведу, значит, тоже одну цифру. То есть, среди тех, которые были проверены, значит, расследованы, 49, то есть, были осуждены, то есть, получили реальные сроки. Уголовные сроки. Да, да, сроки. Значит, в их числе 22 министров и выше. Значит, это очень высотопоставленные чиновники. Значит, антикоррупционная борьба у нас ведется по всем фронтам. Сейчас проверяется, собственно, аппарат, собственно, ЦК, все министерства, все ведомства, все госпроприятия. То есть, везде, где там есть бюджетные деньги. Поэтому это очень серьезная такая компания. И я полагаю, что в результате такой серьезной очистки мы перейдем на более, скажем так, эффективные, такие институциональные механизмы защиты от коррупционных таких схем. И это, конечно, потребует еще пару лет, некоторое такое время. И очень актуальный вопрос. Что касается проблемы загрязнения окружающей среды, самый актуальный вопрос Китая сейчас – это чистый воздух. Какие меры предприняты для этого? Ну, наши власти очень в течение прошлого года проверяли порядка 1 миллиона 700 тысяч предприятий. То есть, те, которые имеют возможность как в отношении вредных выбросов, так и так далее. То есть, были выписаны очень огромные штрафы. Были возбуждены уголовные дела. И в этом случае мы видим, что задача стоит в том, чтобы все-таки технически и технологически сделать производственный процесс более чистым. То есть, ставятся очистные сооружения. Наши теплостанции переводят на газ. И на тех традиционных угольных теплостанциях ставят очистные сооружения с тем, чтобы уровень выбросов соответствовал тем же газовым станциям. И таким образом, я полагаю, что через какое-то время, по истечению вот этой следующей пятилетки, ситуация со Смоком в Пекине и в наших крупных городах будет улучшена. Хорошо, спасибо, профессор Сюэ. И мне подсказывают, что программа наша заканчивается. Это была программа «Диалог» на тему сессии в СНП и ВК МПКСК. Мы беседовали с профессором Китайской академии общественных наук Сюэ Фу Ци. Спасибо за внимание и до встречи.